Право знать. Звонить нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Тема дня. Итак, обсудим мы неожиданную новость. Для некоторых, наверное, потому что Владимир Путин заявил о своем намерении выдвинуть свою же кандидатуру на выборах 2018 года. Как пройдет избирательная кампания кандидатов в президенты России в аннексированном Крыму? Потому что мы видим, что выборы там проводятся по аналогии с выборами прошлого года. Насколько интересны вообще российские выборы крымчанам? И существует ли в Крыму оппозиция? И намерена ли российская оппозиция каким-то образом проводить избирательную кампанию на крымском полуострове? Потому что крымский вопрос многих российских оппозиционеров то ли выводит на чистую воду, то ли портит. Вот в этом мы тоже попытаемся разобраться. Разберемся мы после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Владимир Путин намерен баллотироваться на выборах президента России в следующем году. Соответствующее заявление он сделал 6 декабря на сцене завода «Газ» в Нижнем Новгороде. Путин отметил, считает это место лучшим для объявления своего решения. Заявлению предшествовал монолог Путина о том, что мотивом баллотироваться может только, цитирую, стремление улучшить жизнь людей в стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии. Если люди доверяют и поддерживают. У меня вопрос к вам. Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение. За последние месяцы Путина неоднократно спрашивали о намерении участвовать в выборах. Но российский лидер заявлял, что еще не определился с решением. А рядовые россияне рассказывали журналистам и блогерам, им трудно представить, что выборы пройдут без Путина. Неважно, как голосуют, важно, как подсчитывают голоса. Поэтому у Путина поддержка больше в государстве и, скорее всего, он и останется президентом, насколько к сожалению. За Путина проголосую, потому что не знаю уже за кого еще. Потому что Путин – это лучший кандидат на роль нашего президента. Нельзя никогда вставать в оппозицию действующей власти, это грех страшный. Поэтому пусть Путин будет монархом единственным, пусть в стране будет порядок, все будет хорошо. Он как бессмертный, братан, он будет всегда. Я бы все-таки проголосовала за Навального. Вообще вряд ли буду голосовать. Вот я не верю в честность, в эффективность выборов России. В сентябре прошлого года Путин заявлял, возможно, он и не будет баллотироваться. Но над рекомендациями для своего преемника работает. В любом случае, мы уже сейчас должны думать о том, как мы видим, когда я говорю мы, имею в виду и себя, и членов моей команды, это правительство, администрация президента, как мы видим будущее развития страны. И политические, внутриполитические процессы, и экономические процессы. Поэтому уже сейчас мы работаем над стратегией развития. Владимир Путин впервые стал президентом России в марте 2000 года. В 2004 он переизбирался на этот пост. С 2008 по 2012 руководил российским правительством, а потом снова занял должность главы государства. Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, журналист Ксения Собчак, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов и оппозиционер Алексей Навальный. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы новость о выдвижении Владимира Путина на очередной президентский срок в России. И поговорим мы об этом с крымским активистом Алексеем Ефремовым. Он с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Итак, стала ли для вас неожиданностью эта новость? Доброе утро. Я думаю, мало для кого. Было бы неожиданнее, если, наоборот, отказался участвовать. Да, ну, хотелось бы поговорить с вами, как с человеком, который представляет оппозиционные взгляды, выражает оппозиционные взгляды на крымском полуострове. По вашему мнению, возможно ли какое-то протестное движение, альтернативное движение сейчас в Крыму, учитывая, что многие оппозиционные кандидаты российские дали понять, что в свою предвыборную программу они крымский полуостров включать ненамерены, да и вообще этого вопроса Крыма очень опасаются. Да, действительно, вы правы. Никто из оппозиционеров не планирует здесь ни штабы открывать, ни просто работу какую-то вести, агитацию. Поэтому мы в свободном плавании, что называется. То есть мы немножко оторваны и оказались от политического взглядов. Вы для себя видите возможность и необходимость как-то реализовывать или демонстрировать свои взгляды во время предстоящей кампании? Понятно, что провластные кандидаты, наверное, все-таки будут Крым включать в свою предвыборную кампанию. Действительно, просто сейчас ведется такая работа. Студентам пообещали стипендию повысить с этого месяца. Это, опять же, известные новости про ипотеку, про материнский капитал. Поэтому наши основные, скажем так, сторонники, это молодые люди, 18-30 лет. Их пытаются, видимо, как-то задобрить. Поэтому, конечно, мы ожидаем протестных настроений, но, что называется, по настроению. То есть если будет настроение, то выведем, опять же, как это будет, в какой формате. Скорее всего, там, одиночная эпитета, потому что митинг вряд ли нам согласует, скажем так. А вот, в общем, можете ли вы нам сказать о своих наблюдениях, как в Крыму отреагировали на эту новость? Возможно, вы общаетесь, да, в ваш круг ваших знакомых. Что они говорят о том, что происходит сейчас в Москве? Ну, насколько я общаюсь, вообще, с абсолютно разными людьми, с разных возрастов, разных социальных слоев. Ну, никакого, как сейчас модно говорить, хайпа не вызвала эта новость. То есть никаких обсуждений. Люди спокойно занимаются своими бытовыми вопросами. То есть, видимо, Крым пережил вот этот вот ажиотаж, когда после, там, до, так называемого референдума, после было очень политизировано общество. Сейчас, видимо, народ отдыхает от этих всех обсуждений. Спасибо вам, Алексей. Напоминаю, что Алексей Ефремов, крымский активист, был с нами на связи. Обсуждаем мы новость о выдвижении Владимира Путина в кандидаты в президенты России. Баллотируется он на очередной срок. Обсуждаем мы то, как это воспринимают в Крыму, как может проходить на Крымском полуострове избирательная кампания. Давайте далее, в продолжении эфира, послушаем мнение еще одного жителя Крыма, Сергея Аксенова. Мнение. Слава Богу, то есть, как бы, что он такое решение для себя принял. Вы мою позицию знаете, и я уверен, что вы знаете позицию крымчан. Ну, президент спас жизни сотням тысяч крымчан, то есть, позволил нам избежать войны. И крымчане другого лидера в стране сегодня не видят. Мы это четко понимаем, поэтому говорить в Крыму о поддержке президента, ну, тут здесь бессмысленно, и это так понятно, здесь его поддерживает 100% населения. То есть, в данном случае, я уверен, что в общем по стране будет примерно такая же тенденция. На самом деле, у нас сегодня лидер в национальной стране один, который доказал, что он сегодня, в данном случае, работает на государство, работает на Россию. То есть, мы его любим, ценим, уважаем. У крымчан президенту слово «любовь», чего при Украине раньше никогда не было. Поэтому, на мой взгляд, вот сегодня все вздохнут с облегчением, потому что все тоже ожидали, ну, мало ли, вдруг бы лидер принял другое решение. То есть, мою позицию, вы знаете, я всегда говорил, что нам такой президент нужен пожизненно. Мнение. Ну вот, Сергей Аксенов снова расписался в любви к Владимиру Путину публично и снова желает ему пожизненного срока. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского политолога. Евгения, здравствуйте. Итак, ваша реплика на высказывание Сергея Аксенова, особенно относительно того, что в Крыму крымчане другого-то лидера и не видят, а дают ли им увидеть хоть кого-то, кроме Владимира Путина? Нет, ну, увидеть, конечно, можно при желании, а вот просто, может быть, просто у крымчан такого желания нет, и поэтому они, наверное, и не видят. Это первый момент. Второй момент, что касается Аксенова, то других речей от него ожидать, наверное, было бы, наверное, не стоит. Потому что, конечно, Аксенов должен рассказывать о том, как Крым радуется тому, что он находится в России, как он приветствует Путина, как он любит Путина, потому что Путин для Крыма, с точки зрения Аксенова, это освободитель, спаситель и так далее. Поэтому, конечно, такая радостная, восторженная позиция и признание, очередное признание в любви. А что касается крымчан, то в данном случае выборы для них будущие будут, они, наверное, ничем не будут отличаться от выборов по всей России, и будут использоваться определенные технологии для того, чтобы люди пришли на выборы и дали, ну, Аксенов говорит, что 100%, я думаю, что 102-105, можно сколько угодно нарисовать процентов за Путина в данной ситуации в России. — Насколько крымчанам вообще интересен этот политический процесс, в который их пытаются вовлечь? Я сейчас обращусь к прошлому году, когда на территории Крыма незаконно, конечно же, с точки зрения украинского законодательства проводились выборы в Госдуму, и явка на эти выборы оказалась рекордно низкой. По официальным данным, даже по официальным, на участки пришли почти 46% избирателей. А это намного ниже, чем была, например, явка на выборах в Верховную Раду Украины на Крымском полуострове, которые прошли в 2012 году, если я не ошибаюсь. Можно ли сейчас прогнозировать, какой будет явка весной 2018 года в Крыму? — Дело в том, что выборы, вот эти последние, скажем так, выборы, президентские выборы, они очень важны и для России, и для Крыма, потому что это будет фактически последний этап по легитимации событий крымской весны и статуса Крыма, безусловно, в российском политическом пространстве. Поэтому очень важно, чтобы на эти выборы, конечно, пришло много людей. Безусловно, что для этого будут делать все возможное, использовать любые различные технологии, приемы, чтобы люди все-таки пришли. То есть, ну, такие практики существовали в Крыму всегда, то есть, когда бюджетников привозили, когда там по Севастополю это будет, и на этих выборах было, это военные голосовали и так далее. То есть, они, конечно, безусловно, будут натягивать, насколько это возможно. Я думаю, что мы все-таки не узнаем точных цифр, сколько действительно людей проголосовало, а сколько было приписок в данном случае. Но мне кажется, что на выборах президента все-таки пойдет больше людей голосовать, чем было на выборах, допустим, в Государственную Думу или на севастопольских выборах, когда голосовали за местного губернатора. Здесь срабатывает принцип все-таки Путина, потому что, как ни говори, но в Крыму есть определенная часть электората, которая считает, что единственный, кто может спасти и Россию, и, естественно, Крым, это Путин, которые продолжают верить в эту сказку, рассказанную еще в 2014 году. И, соответственно, эти люди пойдут. Так Путин уже спасает четвертый год Крым, спасает-спасает, а вот все как-то не получается. Не может ли быть разочарования у людей? Разочарование, конечно, есть, но далеко не у всех людей. Потому что, если бы было разочарование, то письма Путина бы все равно не писали. А вы посмотрите, что любая проблема, все равно что делают крымчане, пишут Путину, зарплату не выдает, пишут Путину, еще что-то. То есть все равно есть вот эта надежда и эта патерналистская тенденция по поводу хорошего царя и плохих бояр. То есть в данном конкретном случае бояре, то есть крымская местная власть плохая, может быть, дома тоже не очень хорошая. А Путин хороший, просто до него либо не доходят жалобы крымчан, либо от него ответы не доходят опять-таки до крымчан. Поэтому многие все равно продолжают еще надеяться. И та часть электората, которым нужна сильная рука, которая верит, что только сильная рука спасет Россию, вот они будут все равно идти на выборы и голосовать за Путину. Некоторые пойдут туда просто потому, что их заставят пойти под угрозу увольнения, под расписку и так далее и тому подобное. Но это будет не такой большой процент крымчан на самом деле. Основная масса, скорее всего, конечно, выборы проигнорируют, но опять-таки, я говорю, к сожалению, мы точность цифры узнать не сможем, потому что все будет нарисовано, все будет очень красиво. Я думаю, что явка в Крыму будет больше 80%. Ну или примерно к 80%, то есть ее постараются. Ну вот безотносительно прогнозов процесса, который невозможно ни проконтролировать, ни проверить его на честность, давайте попытаемся ответить на такой вопрос. Насколько вообще крымчане вовлечены сейчас в российские политические процессы? Куда направлена голова крымчан, когда они следят за политикой? Все-таки в сторону Киева или в сторону Москвы? Понимаете, скажем так, конечно, крымчане продолжают следить за украинской политической ситуацией, потому что в Украине политика есть, а в России политики нет. Потому что в России есть просто информация о том, что происходит в стране, без относительно, без политической борьбы фактически, без каких бы то ни было там интересных явлений и событий, а Украина это такая активная политическая, активно развивается политический процесс. Поэтому, конечно, крымчане с этой точки зрения интересны. С другой стороны, они все равно еще от Украины не так далеки, как хотелось бы, может быть, в России, поэтому они следят. И третий момент, что им постоянно, собственно говоря, и в России подкидывают определенные информационные поводы, говоря о том, как плохо в Украине, посмотрите, как хорошо в России, и у нас все стабильно, у нас все не меняется. А в Украине вот постоянно какие-то перипетии, какие-то события. Конечно, крымчане очень хорошо знают украинских политиков и очень плохо знают российских политиков, ну, кроме Путина. Поэтому я и говорю, что Путин в данном случае вне конкуренции, потому что они не с выборами в Госдуму и так далее. Вот. Но, опять-таки, то, что они следят за украинской политикой, хорошо следят за украинской политикой, или много времени уделяют Украине, это не является стопроцентной гарантией того, что действительно их больше интересует украинская политика, нежели российская политика. Это в некоторой степени, опять-таки, интерес, а с другой стороны, это просто то, что российская политика на сегодняшний день совершенно скучная. Предсказуемая, наверное. Она не дает ответов на те засущные вопросы, которые им нужны. Поэтому вот они таким образом пытаются как-то переместиться в украинское политическое поле. Ну вот вы сказали о том, что Владимир Путин в глазах крымчан выглядит единственным узнаваемым политиком. А насколько мы можем вообще говорить о том, что в Крыму существует определенный культ личности? Потому что вот Сергей Аксенов публично рассыпается в комплиментах. Да и вообще любой чиновник в Крыму, да, наверное, был замечен за вот публичным таким актом признания в любви российскому президенту. Насколько мы можем говорить о существовании определенного культа личности? Ну, естественно, существует эта нормальная практика для любого авторитарного государства, когда, ну, во-первых, представители власти постоянно рассыпаются в комплиментах лидеру страны, когда его портреты висят на каждом углу, то есть когда проводятся, допустим, какие-то мини-социологические, когда проводятся опросы на улицах и спрашивают людей об их отношениях, они, естественно, боясь репрессий, они говорят о том, что да, мы за Путина, да, мы его любим и так далее. То есть, конечно, это проявление определенного культа личности. Возможно, он является не таким пока еще, он не достигает уровня, допустим, того же Сталина, но, тем не менее, конечно, он есть, он существует, и я думаю, что последний, я не знаю, это последний будет срок или не последний срок Владимира Путина, тут нельзя спрогнозировать, но я думаю, что вот этот следующий срок Владимира Путина этот культа личности будет только усиливать. Благодарю вас, напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Обсуждаем мы новость о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на очередной срок на грядущих выборах президента России в 2018 году. И продолжим мы разговор с Дмитрием Орешкиным, российским политологом. Дмитрий, здравствуйте. Итак, я задаю сегодня этот вопрос всем собеседникам, потому что действительно интересно, стало ли для вас неожиданностью новость о выдвижении Владимира Путина? И для жителей России. Ну, конечно, не стало. Тут очень интересная ситуация любому наблюдателю. Понятно, что даже если бы Путин не хотел выдвигаться в президента, представить себе такое, то ему все равно пришлось бы это сделать, потому что за ним стоят интересы огромной группировки элитной, для которой уход Путина означает не только потерю всех привилегий, но и просто юридическую опасность, уголовную опасность. Можно просто потерять свободу. Так что он раб на галерах, он должен грести до конца. Тем более, что, в общем, этого вполне устраивает. И вот здесь как раз начинается самое интересное. К вопросу о культе личности, к вопросу о стилистике подачи этого происшествия. Ведь, ну, понятно, что он пойдет выбираться. Вот понятно, что он победит на этих выборах. Как бы предельно очевидно. Но создается виртуальное напряжение на этом поле. За полгода до нам начинают вкручивать мозги. А вдруг не выдвинется? А вдруг за не может? А вдруг откажется? А вдруг приемник или еще какая-нибудь дрянь? И кто же нас защитит? И кто нас поднимет с колен? То есть, как бы, вот такое вот создание неопределенности. И он специально выдерживает паузу. Он не заявляет о том, будет он избираться или не будет. Он все время думает. Вот. И это довольно искусственно поддерживается. Аналитики пишут, спорят. Хотя, в общем-то, не слишком, я так сказал, напряженно. Просто неинтересно. Потому что понятно, что будет, никуда не денется. Тем не менее, вот иллюзию такую нам пытались создать, что вот есть какая-то драматургия. Народ как бы, как бы должен нервничать, не спать, ожидать, согласиться, не согласиться. А народ, в общем, реагировал довольно вяло, надо сказать. То есть, эта картинка, она работала, скорее, даже не на население, а на самого Владимира Владимировича. И вот эта некоторая напыщенность и искусственность, она очень остро чувствовалась. Вот за несколько дней до события, господин Песков нам говорит, вот может произойти, произойти вот буквально со дня на день. Пожалуйста, готовьтесь. Будьте начеку, не пропустите. И мы все задней ногой чешем за ухом, говорим, да, как бы не пропустить. Вот он объявит или не объявит. Хотя, ну, как говорится, ежику понятно, что если за три месяца до выборов надо объявлять о начале избирательной кампании, то, значит, в середине декабря, до середины декабря, он так или иначе должен это сделать, заявление. Песков создает вот такую напряженную ситуацию. Товарищи, вот смотрите, утром задают вопрос, пионера подослали на анализ, ну, или волонтера. Как, пойдете на выборы? Он не отвечает. Нет, еще не решил. Ждите. Еще рано. А к вечеру уже, когда подогнали телевизор, включили свет, ФСОшники проверяли неделю этот завод, чтобы там ничего, не дай бог, не взорвалось или не случилось. Люди там чистили, мыли шеи, одевали платочки, и с арфики красивые, и с надписью «ГАЗ», и с изображением оленя. И вот здесь-то как раз сверчилось. И вся страна вот вздохнула, смахнула холодный пот со лба. Ну, наконец-то. Вот, понимаете, на самом деле проблема в том, что он даже не понимает, что это смешно. И те, кто это организует, не понимают, что это смешно. Хотя они очень умные люди. Это значит, они работают даже не на нас. Они работают на него. И это значит, что ему это надо. Это значит, что ему хочется чувствовать себя, ну, наполовину, наполовину, скажем так, помазанником божьим. Но ему, очевидно, хочется еще и чувствовать себя собирателем неким земель, да? Ну, что можно? Я сейчас вот о чем хочу спросить. Наши предыдущие спикеры, да, у нас основная тема разговора была о том, как из Крыма смотрят на выборы российского президента. У вас же я хочу спросить, каким образом будет Крымская карта, использована Владимиром Путиным на российских президентских выборах? Я думаю, скорее в негативном ключе. Дело в том, что Крымская карта, по большому счету, уже сгорела, и тепла от нее не выделяется. А в негативном ключе я имею в виду, что, ну да, мы объединяемся, а враги нам мешают. То есть, как повод поговорить о враждебном окружении, как повод поговорить о том, что нам надо сплотиться вокруг лидера и дать отпор злобным, злобным, прицающему у наших священных рубежей оружием Западу. То есть, позитивный фактор Крым нашего, Крым наша, был заметен в 2014-2015, отчасти в 2016 годах. Сейчас он уже, ну как бы, не то чтобы надоел. Да, люди поддерживают, но без восторга. Вот это очень важно, мне кажется, что в Кремле пока не понимают. Они работают на Путина, они создают ему ощущение его величия, собирателя земель. Вот это же не случайно, перед тем, как идти на объявление о том, что он участвует на выборах, он сходил на архиерийский собор. Он как бы уже почти Иван Грозный. А на самом-то деле, в общем, общее отношение довольно кислое. Ну так, не то чтобы уже откровенно свиился, как над Брежневым, но лучше бы он занялся там экономикой, деньгами, еще чем-то. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Крым-наш, это боковая, побочная ветвь. То есть, она скорее повод поговорить о врагах. Она скорее повод о том, что мы опять в осужденной крепости. Но ведь этот самый Крым-наш, о котором вы говорите, это еще повод, наверное, для оппозиционных сил рассказать россиянам, с чем связаны многие их сегодняшние беды. Что вот амбиции, да, руководство Кремля, они привели Россию к тому положению, в котором она находится сейчас. Может ли российская оппозиция использовать каким-то образом потускневшую в глазах Владимира Путина крымскую карту? И не является ли Крымский вопрос сейчас по-прежнему таким токсичным и опасным для российской оппозиции? У нас буквально полторы минуты осталось. Хорошо. Ну, во-первых, не в глазах Путина, а в глазах России, значит, это российский избирательная проблема. А во-вторых, Крым-наш, скорее так, использовать его против Путина еще рановато. Потому что, если спросить людей, то они скорее за Крым, чем против. А вот раскручивать тему, что вам придется за это платить и платить все больше, конечно, надо. И этим будет заниматься Ксения Собчак. Вот господин Юлинский с этой стороны менее эффективно работает. Собчак, я думаю, если ей, конечно, не обломают руки и не прикусит язык, она про это должна была бы говорить. Но это обоюдоострая тема. Потому что, да, если мы говорим про экономику, конечно, это связано с Крымом, с санкциями, с тем, что Крым стоит ежегодно 125 миллиардов рублей с федерального бюджета. И не говоря уже про такую же цену на восток Украины. Это все можно обрабатывать. Но очень трудно, потому что Собчак взялась за это. Думаю, что ей посоветуют все-таки эту тему не слишком педалировать. Поэтому тема Крыма будет скорее приглушена в этой избирательной кампании, вопреки тому, что ожидают очень многие специалисты. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был российский политолог Дмитрий Орешкин. Это радио Крым Реали. Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго.